родился я в ереване в самом детстве я переехал в москву и все время учился ходил детский сад и пригодился там эдик родился в ереване очень красивый был момент у тогда 90 года детей было мало рождались я практически одна в этот момент его родила был рассвет очень красивая но родился просто удивительно при красивой погоде такой а второго сына и приехал рожить москву и так мы остались здесь потому что связано с учебой связано уже дальнейшие родители здесь у меня со стороны мамы все родственники москвичей поэтому был 91 год было было время перемен и тяжелая ситуация была в армении поэтому мы переехали в москву но он очень активный был во дворе любил драться всякие там в общем однословом был активный матч по случаю очень много но я постарался здесь меня не ругать вот такой-то воспитание такой-то политика было в моем стороне так мне всегда хотелось что-то открывать для себя но даже я помню один получается в детский сад ходил как в полу пансион то есть на 5 дней меня отдавали и соответственно в пятницу забирали и я всегда подходил к забору и смотрел за территорией мне всегда было интересно что же там просто в понедельник меня мама везла но это было так рано там пять утра надо было пораньше что потом он поехал на работу и очень вы в это время я спал я просто не оказывал не понимал как я оказывать в детском саду и поэтому я не знал дорогу соответственно мне интересно было что же там за этим забором что вообще там ждет и это очень воспоминание мне в голове сидит на самом деле но я всегда был активным как я уже сказал и не сказать что я занимался профессионально спортом но в моем воспитании огромную роль сыграл мой дедушка потому что он меня научил по от игры в шахмат до игры в настольный теннис и между этом волейбол футбол я со спортом всегда был на ты мне всегда нравилась именно конкуренция мне всегда нравилась спортивная составляющая то есть когда должен побеждать должен стремиться должен преодолевать себя ну так и сложились обстоятельства после школы он пошел в колледж он закончил с красным дипломом колледж потом он ушел в армию пошел и стал заниматься от любительские заниматься единоборствами стал заниматься профессионально сначала категорически против однозначно категорически потому что совершенно другие были планы совершенно другие были интересы но так как это его выбор во первых он сам выбрал это путь но в сегодняшний день уже получается у него там не опоздали этот процесс потормозить самому и у меня знакомство произошло в абсолютно в сознательном возрасте когда я уже был не то что полностью состоявшийся морально человек но я уже был взрослым это это где-то 17 18 лет но я никогда в жизни не думал что я буду профессиональным спортсменом и опять-таки когда я смотрел бы мм и я не смотрел как на свой способ заработать здесь свой смысл жизни вообще в принципе это было для меня как вот интересным событием то есть как и для многих людей которые там первый раз попадают на турниры и меня это зацепило то есть это было проявлен интерес но не сказать что я сразу начал разбираться даже что такое и все то есть я и все узнал намного позже чем начал заниматься намного позже чем правит где-то через четыре года то есть грубо говоря я узнал в 17 лет а в двадцать один год когда я начал уже непосредственно заниматься смешанными единоборствами только узнал что такое и все и вот начал заниматься и в 2012 году у меня прошел первый дебют по мм и он был во вологде и я провел два боя за вечер все они все они до закончились досрочно и это меня очень сильно зацепило мне понравилась вся эта атмосфера и я силы за это видна я начну с хронологическом порядке это мой кубок первые соревнования которые в принципе выиграл после того как начал заниматься через три месяца я свой первый был бой провел по боевому самбо через две недели когда начал заниматься и сразу же проиграл 22 поединка это выход за третье место и выход в полуфинал и получается за третье место когда дался я нам тоже проверял такой уникальный случай пришел на соревнование два раза проиграл только я так смог наверное и ровно через три месяца я уже выиграл эти соревнования и вот получил такой кубок поэтому для меня памятно это было на самом деле таким триумфом воли в моем случае потому что я заболел я не хотел ехать я каждую станцию метро получается хотел уйти хотел выйти из вагона повернуться обратно поехать домой ну однако получилось это мой дебют в профессиональной карьере я сразу дрался за пояс федерации смешанных единоборств под руководством олега тактарова я провел два боя за вечер все бои закончил досрочно и после этого мне вот сама мне понравился как спорт я себя в нем почувствовал очень уверенно и знаешь зацепила что-то а это пояс я выиграл вообще первая поездка моя была за границу и она сразу была в бразилии это в городе имбитуба был в штате санта катарина в бразилии бой у меня проходил за этот пояс семи семи килограммов я там полтора месяца жил в рио-де-жинейро и потом провел этот бой для меня это было очень запоминающийся потому что это в принципе было мое первое путешествие за границей после этого получается нет не после этого я через два года после этого года после этого был третий бой на корея то есть у меня было два боя в волокде бой в москве и третье мои соревнования это вот были вы был уже в бразилии грубо говоря как детей учат плавать их сразу в открытый океан выбрасываю у меня что-то похожее произошло в моей карьере по боям у меня тренировался с первый период с станислав фомин это тренер и волк его был александра там многих ребят и мы попали в клуб единоборств номер один прям уже когда у меня состоялся дебют в смешанных единоборствах я уже знал что буду грубо говоря тренироваться вот в новом зале и после боя мы приехали встретились директор был руслан сулеманов и легенды проводил и как-то двигал тоже абсолютно на безвозмездной основе потому что никакой прибыли не приносило больше делал потому что он был любителем спорта и хотелось ему что-то нового при при нести в принципе в индустрию смешанных единоборств и мм и в частности прям с первых боев я начал выступать за этот клуб там были созданы все условия с эдуардом и встретились мне кажется на панкратион на панкратионе был турнир и как раз он встречался с моим бойцом это был финал или выход финал и запомнился он там тем что там выиграл моего бойца и запустил стрелу и тут короче он запомнился и тут получилось через некоторое время что я уже начал тренировать их команду третий бой у меня уже был на легенде это промоушен где собрали собра собрали лужники десять тысяч человек для меня это было конечно так возбудораживающе была трансляция тогда на россии 2 и я тоже выиграл этот бой был тяжелый бой сергеем хандошка где говоря по инициатива переходила от одного к другому но я победил и стал дальше заниматься на тот момент у него уровень был конечно слабее гораздо да но дух у него остался все тот же да я помню то время как как там глаза горели как он хотел драться как там сегодня не уступал если даже бойцы были гораздо титулованные его он не уступал и не на спаррингах и даже в бою с сергеем хандошком когда мы это видели у него там там несколько побед было у хандошки там 15 но и что ли там была победа и он там это все показал чем отличался двор на тренировках с желанием желанием стать лучшим до себе у меня был рекорд 11-0 я дрался исключительно в пол среднем весе до 77 килограмм более-менее состоявшийся был боец и получается попал ну мой менеджер договорился с и себе я даже не знал что это за промоушен как что то есть грубо говоря это был 2015 год и я не сказать что я стоял у истоков и себе но я был именно на переломном мая моменте развития себе когда она она организация стала набирать обороты я видел как меняется абсолютно все от организации турниров до маркетинга до пиара до в принципе организация искала себя и я видел как это все проходило уже изнутри непосредственно как боец я подписался получается гран-при и себе где по прохождение этого гран-при ты получал возможность сражаться за пояс изначально бой был в нальчике я решил что мне интересно только быть чемпионом и с 2015 года я иду к этому к этому титулу к этому статусу у меня был бой жамалом магомедовым в принципе себе я даже не помню когда я был фаворитом на самом деле во всех боях я как каким-то образом являюсь андердогом не знаю почему что есть то есть и никто вообще на меня не ставил я был удивлен потому что у меня такой рекорд был 11 0 то есть я прошел через серьезные сражения то есть у меня был рекорд не не набит на мешках каких-то я постоянно сражался с лучшими просто люди когда как кого-то видят они формируют первое впечатление не проведя какой-то предварительной работы большинство людей так делает то есть не посмотрев бои он говорит да тот мешок тот не мешок тот проиграет и так далее и почему появляются апсеты потому что люди у людей впечатление одно но они не смотрят на тот путь который прошел человек и какие у него шансы есть до второй бой я после джамал магомеда подавился мир хана мадаева и после амир хана я уже встретился в финале гран-при с али баговым и благополучно заснул в первом раунде увидел классный классный сон до до себе это был не профбой это был бой хотя правилам профессионально проходил то есть это был кубок чемпионат кубок мира по бы по профессиональному боевому самбо он проходил в ялте где разыгрывалась квартира которая к сожалению наши бои почему-то не разыгралась а разыгралась в весе 82 килограмм и финале я встретился с али баговым получается регламент был два раунда по пять минут разрешены были удары разрешены были удары коленями в партере разрешены были сокер кики я не помню головой там по моему нельзя только было бить или можно было бить то есть это такие прайдовские правила которые были жесткими очень и получилось что я выиграл в первом раунде ну вообще он сдался то есть там у него травма открылась или что-то еще но он не смог продолжать дальше бой во время боя он получается сдался и рефери остановил мне техническую победу присудили я прекрасно понимаю почему я проиграл потому что пометуя об этом боя которые я провел с ним на кубке мира я думаю вот у меня снова побросают полторы минуты а потом просто устали я даже не пережил когда он забирал спину я думаю да сейчас выйду потом вторую ногу заправляют сейчас выйду уже на спине сейчас выйду а потом ты просыпаешься что за ерунда это было первое положение мне очень хорошо далось и наверное вот в такие моменты ты осознаешь любовь своих близких я получается позвонил матушке ну это был в прямом эфире то есть меня задушили то есть я потерял сознание короче я не сдавался и ну это вы свою свою свадьбу как это жутко выглядит я звоню матушке в первом первым делом ну хочу сказать типа все со мной нормально не переживай там вдруг расстроиться я слышу сынок не переживай все нормально это спорте по моменте злой чтобы тебя успокоить от меня успокаивать обязательно смотрю присутствую и практически дерусь вместе с ним на ринге да это так но на меня это поражение никак не повлияло потому что я умею анализировать причины своих поражений и грубо говоря то что я делаю это мой путь и это гонка гонка которую я не веду с кем я веду в первую очередь самим собой все осознание пришло даже после этого боя то что самая лучшая игра против кого ты можешь это против самого себя ты должен становиться лучше чем ты был заранее то есть ты должен стремиться лучше себя становиться и на этом же турниру отбирался магомед рассуха с булаев так как я в этом бою особо не устал даже выспался и я попросил руководство сделать этот бой хотя мой менеджер гаджи караев был против этого он думал что у нас разные уровни я верил в себя и в декабре нас состоялся бой был довольно таки тяжелый трех раундовый бой но по он был тяжелый потому что было много борьбы и инициатором этой борьбы был я и скорее всего из-за своих физических кондиции из-за что я был больше мы гадресу я победил и руководство и себе дала мне возможность сразиться затем зачем я пришел за поясом хотя я проиграл гран-при и у меня сара состоялась первое сражение с абдул-азизом абдуллах а вот к сожалению или к счастью она закончилась провальным просто макаутов в первом раунде и вот тогда то на самом деле я был просто опустошен и шокирован этим происходящим потому что я настолько был себе уверен я думаю что я просто не почувствовал абдул-азиза для меня он не считал более того я даже не считал соперником потому что я думал что я просто выйду я три месяца готовился и этого достаточно чтобы победить я начал заново титул вернее поход за поездом у меня был бой с бразильцем кстати это не мешок бразил был 15-1 рекорд да у него были мешковатые бои но он сильный соперник был на тот момент и мы с ним хорошо подрались как всегда первый раунд я проиграл я там выиграл и встретился на этом же турнире прям во время пресс-конференции решили что следующий бой будет за пояс ну за тот то выиграет по это будет претендентский бой и тут то выиграет будет драться за пояс с александром шабли потому что александр тоже дрался на этом турнире он тоже выиграл и было на самом деле кровавое тяжелое сражение со спорным решением но споры не для меня потому что я шел постоянно вперед я конечно и пропускал удары но в тот вечер я точно хотел больше победить чем александр именно в тот вечер после этого мне предложили бой с арнавским с александром этот бой в апреле был прошлого года и благополучно я его выиграл после после поражения первого от адуллахабова как-то мы за кулисами поговорили немножко и когда ему дали соперника сорновского и вот тогда он со словом вместе проходили зал и конкретно как готовились под ним какие-то фишки да это все прошло отлично думал ну вот сейчас должен быть титульник но руководство решила что титульника заслуживает больше андрей кошкин а кстати да андрей кошкин и должен был драться на этом турнире с абдулазизом но абдулазиз травмирован потом перенесли на май месяц то есть грубо говоря через три четыре недели после того как я подрался в апреле тоже с абдулазизом кошкин был драться но с абдулазиз еще не восстановился после травмы и мне предлагает не хочет ли ты подраться за временный пояс и какие могут быть вопросы и потом стали готовиться кошки ну в принципе подготовка была очень похожа потому что они примерно похожи да там просто у кого-то чуть борьбы чуть получше побольше кто-то бьет по акцент акцентирование если взять сорновского он уже больше как профессионал до такой прошедший беллатар много турниров то кошкин он опытный боец но все-таки еще такое спортивное начало над ним веяло такое может произойти ну раз миллион один один случай на миллион мне так повезло мне открыли возможность и просто из-за своей халатности свалил плиту себе себе на ногу то есть платформы на которые ставятся весы я решил ее не дожидаться не не дожидаться никого зашел в комнату где взвешивание проходит решил я опустить думал я не знал что килограмм сто пятьдесят двести естественно я только сделал вес она мне упала на ногу благополучно отрубила мне отрубила это в кавычках пол пальца там было много крови и так далее я вес весился то есть у меня все я был в весе я там залил всю кровью всю эту комнату и пип это радому дороги ему говорю типа стойте подожди я сейчас в больницу съезжу и это укол сделать там заштампует я буду сражаться а я когда приехал в больницу мне врач говорит дурак что ли какой драться завтра три дня ходить не сможешь я у меня получается там мини операцию провел все почистил там все объекты удалил оттуда и получается сделал гипс и вот так вот я про интернет бойцы вышли из подземелья он испугался то есть до этого как-то не боялся какие-то бредовые идеи на начались писать которые полностью несоответственно действительности абсолютно не понимаю откуда это очень берется у людей в голове на какие-то комплексы у них кошки нам уже надо было кошки на физике больше да надо было что-то еще другое придумать придумывали одно второе да чтобы за запас не пройдет этот пройдет другой я начал период восстановления то есть я уже думал все теперь мне руководство не то что за пояс не даст мне даже на него смотреть уже больше нельзя будет и в августе месяц за месяц я должен был тратся на турнире в массе в москве на себе 57 они себе 71 я узнаю то что было здесь снова не смог не может и мне предлагает снова с андреем кошкиным за временный поезд в мае я вот так вот запорол себе все то есть мне дали возможность я запорол и вот ровно через три месяца когда вот этот период осознания был своих поступков у тебя снова так снова такая же возможность грубо говоря ничего не потерял у тебя вот снова ты будешь драться еще в москве ну где меня хорошо знают и снова за временный пояс такого такой шанс бывает говорю раз на миллион эдик немножко отдохнул залечил травму и мы в принципе на тот план который мы готовили под первый бой мы добавили еще пару вещей и все состоялось и 5 раундовое сражение и уже более того перед боем уже известен был турнир и себе 77 где уже будет драться сто процентов абдулазиз и защищать свой пояс 23 декабря из нас кто побеждает соответственно дерется 23 декабря в нашем бою с андреем кошкину в пяти раундовым этом бою победил я и соответственно стал непосредственно уже претендентом на пояс я просто понимал что андрей кошкин он ударник хороший ударник но он больше работает на очки то есть и он очень близко сокращают дистанцию я должен был этим пользоваться я должен был одиночными ударами отвлекать его сокращать дистанцию и переводить и я прям с первого раунда я ни одного раунда не проиграл и выиграл в каждом раунде андрей удивил нас своей стойкостью потому что насколько я знаю что уже в буквально во втором раунде у него был перелом там я слышал и челюсти и скуловой кости и нам потом сказали ребята что его секунданты хотели даже снять боя но он сказал что будет продолжать бой и вот это вот удивило хочется сказать спасибо андрею кошкину за эти травмы просто восхититься его духом он все равно продолжим три раунда дрался с таким тяжелыми травмами и проявил себя как настоящий мужчина как сибиряк было я был на пике своей по форме с андреем кошкиным и по сути проведя 5 раундовый бой и у меня не было никаких травм я ее не потерял и соответственно мне надо было не нарастить потому что уже некуда было наращивать я так был на пике а сохранить для того чтобы не попасть в перетренированность и мне это трудно было потому что уже за две недели до боя я обычно как при тренировочным процессом я за неделю за 2 выхожу на пик формы соответственно уже начинается неделя с гонки я на пике подхожу к бою а тут за два за два с половиной месяца грубо говоря за два месяца я уже форме на пиковой форме то есть я чувствую что я уже наелся мне уже надо что-то делать и я начал меньше тренироваться и больше удивлять времени восстановления так как уже пик я 55 раундов дерусь не чувствую в первый раз он недооценил его доценил азиза думал сейчас пройдет переедет и все вот и получился нокаут проигрыш обидный да просто по недооцененности после этого был такой период где были сложные бои сложные соперники да и ничего не давляло психологически соблазил у нас получилось 5 раундовое сражение которое никто не хотел уступать и судейское решение вынесла не в мою пользу результат хотя и с разногласиям если взять целиком бой я сам лично считаю что эдик это бой выиграл мы все прекрасно понимаем что первый раунд 2 хаба выиграл 3 4 эдуард выиграл и вопрос остается во втором и пятом раунде как сказать в пятом ра в пятом раунде я дал бы ничего если не не эдуарду дать а второй раунд можно оставить ничей но как-то судьи решили что надо было выглядеть явно все было прекрасно он был идеально готов все что мы запланировали в этом бою практически все получилось вот ну а дизам нужно можно было бы только застрелить чтобы он упал просто человек не падал вот ну а как судьи решили так решили ну я уже высказал свое мнение по моему мнению эдуард выиграл по мнению там кого-то другого ничья да там по мнению судей они отдали победу один то есть здесь спорить нельзя да вот принято говорить что если ты хочешь стать чемпионом нужно у чемпиона выиграть явно но и меня все время вопрос а почему чемпион явно не выигрывает согласно почему а здесь не взял и не эдуард станет еще сильнее ну а народное признание но и непосредственно после боя я к нему подхожу и говорю спасибо за бой было здесь хорошо загрубились не как прошлый раз а потом у него была в руках получается бутылка драйва ну банка я подхожу что они доплачивают за рекламу нормально доплачивать за рекламу он говорит да хорошо на тебе тоже доплатят и отдал эту банку то есть была милая беседа знаешь людей которые хотели голову друг другу оторвать пять минут того наса но очень понравилась поддержка было очень много народа была вот эта вот атмосферы это прям чувствую с наэлектризованность когда каждый твой удар он тут же отдавался откликом на трибуны люди прям смотрели с наслаждением это приятно потому что ты понимаешь что ты делаешь это не просто так ты вот видишь результат своей деятельности по поводу решения ну я его озвучил сразу же после боя но я не пересматривал а сейчас уже пересмотрев свое сознание я считаю что я выиграл второй третий четвертый раунд проиграл первый и пятый но и также посчитал главный судья соревнований ну с этого это ахмед басултанов и магомед ну как бы я не собираюсь апелляции подавать я не собираюсь как-то оспаривать это решение потому что важно было тот путь который я проделал важно было только я себя ввел во время боя то как если как я чувствовал себя уверенно я понимал в этом бою что азиз это не слабый соперник это серьезный бьющий человек самое главное наверное что я понял то что я не хочу запомниться чемпионом и спортсменам который с помощью апелляций с помощью этих бюрократических уловок как-то выбивает свое место я хочу запомниться воинам которые доказывают все в клетке которые доказывают все непосредственно делами поэтому руководство и себе мэрвэх оси пообещали реванш трилогию и поэтому вот тогда мы уже поставим точку